Ну что ж, всем привет дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня с вами Стоба Купер и в рамках рубрики Первый взгляд мы с вами посмотрим на игру по названию Heretics Fork. При запуске как бы открывается такой, можно сказать, компьютер. Он выполнен в стилистике какого-то интерфейса, такого знаете, типа ретро-компьютера, лампового такого еще, который не очень много всего умел выполнять. Вот, но тем не менее, давайте попробуем, посмотрим, что она из себя представляет. Мне почему-то показалось на видео, что она выглядит как типичный тавер-дефенс, какой-нибудь там, не знаю, роглайк, роуглайт. Сами понимаете, о чем идет речь, когда на тебя бежит очень-очень много противников, типа что-то вроде буллет-хелла или там арена шутера. Ну, в общем, много у нее на самом деле разных тегов, но давайте посмотрим. Есть выбор персонажей, за которых можно играть. Какие-то недоступны, каких-то надо покупать. Денег я пока не вижу. Выберите сотрудника. Сотрудник. Стажер Руби. Обычный стажер не обладает особыми навыками и начинает игру со стандартной случайной колодой. Ну, допустим, далее. Выберите стартовое строение. Орудие бога. Гарнизон. Стрелки наносят нечестивый урон, поддывники наносят урон адского огня, обычная башня наносит священный урон, снайперы наносят священный урон, наносят урон адского огня по прямой линии и башня пулеметчиков наносит нечестивый урон. Слушайте, если честно, я не знаю, что брать. Тут, может, все надо брать? А, можно только два, да, взять? Ну, давайте возьмем, не знаю, башню лучников и башню пулеметчиков, а там посмотрим. Вперед. Так, это расщелина между адом и землей. Грешники постоянно пытаются через нее сбежать. Ваша задача остановить их. Каждый раз, когда вам не удастся остановить грешника, в попытке сбежать, вы теряете очки здоровья. Оу, интересно. Это вот это получается, да? Это грешник. Они бывают всех форм и размеров. Мы не дискриминируем, наказываем их всех. Угу, понял. Так, разыгрывайте карты, чтобы покарать грешников. Карты стоят зарядов. Вот таких вот. Завершите свой ход, как только они исчерпаны. То есть, вот заряды, да? В начале каждого хода ваши заряды восстанавливаются. Угу. Ваше здоровье важно для нас. Оно отображается здесь. Если оно достигает нуля, то ваша смена закончится. И вы вернетесь в меню для оценки результатов. Забавно. Такая прищепка, да? Я еще когда в школе учился, помнил, мы какие-то программы на дисках осваивали. И вот такой помощник выскакивал. В основном английский. Здесь отображаются актуальные строения. Количество мест ограничено, но с течением времени будет открываться, будет открываться, типа, все их больше, да? Несколько строений одного типа и качества можно объединить в более сильную версию. Понял. Карты можно изгнать. Изгнатые карты покидают колоду и не могут быть заново вытянуты из коллекции. Если поместить сюда две карты одного качества, вы получите случайную улучшенную карту. А, одного качества. Улучшенные карты отправляются в верхнюю ячейку и сохраняются там из хода в ход. Качество карт предоставлено их рамкой. Понял, представлен. То есть это вот зеленый, да? Ну и понятно, вот мы зеленый объединяем в синюю. Или числом в верхнем правом углу. Ну вот, понял. Думаю, это все самое важное. Я уверен, что с остальным вы справитесь самостоятельно. Удачи, она вам понадобится. Вы можете вернуться к обучению в любое время через меню паузы. А, и он как-то сам стреляет? Ага, это получается... Вот грешник у нас бежит. Мы должны по нему попасть? А, во. Понял. То есть, мы должны на них наводиться, и тогда они умирают. А это что такое? Лимб. Что это значит? А, все, типа, мы их прикончили, нам можно выбрать карту какую-то, да? Давайте почитаем, что такое. Искатель грехов. Обычная башня носит священный урон. Это вот это вот. Скорость атаки пока у нас Х2. Модификаторы урон башни. Дальность башни, снаряды. Скорость пока нету, да? Ничего. Нечестивый пулемет. Башня пулеметчиков наносит нечестивый урон. Ну, а у меня пока этого нету, да? Так, хорошо. Мы выбираем какую-то карту, которую можно здесь поставить. Все враги, проходящие через темную метку, получают... Ну, что вы мне мешаете? Получают проклятие. Восстанавливает 1% очков здоровья при смерти проклятого врага. Понял. Увеличивает дальность башни, увеличивает размер снарядов башни и увеличивает урон башни. Возьмем увеличение урона, наверное. О, понял, заюзали. А, и мы можем еще что-то использовать, да? Потому что у меня есть их сколько. Показывает число оставшихся зарядов энергии у меня. Увеличивает снаряды. Найс, завершить ход. Так, ну мы почему-то... А, понял. Они слишком далеко, мы не можем до него дотянуться. И разброс, кстати, есть, между прочим. Уничтожить это строение, уничтожить это строение. Можно, кстати, вот скорость махнуть. А, нет, ну смотри, сам наводится, можно не стрелять. Эм, как говорится, самостоятельно наводиться. Так, у меня есть 6 зарядов. Увеличивает урон бойцов гарнизона на 10%. Есть увеличивает скорость движения бойцов гарнизона. Просто камень никакой пользы. Просто камень никакой пользы. Эм. Что будет, если это юзнуть? А, он просто... Он колоду, короче, мешает, да? И он ничего не тратит. Забавно. Ну, возьмем? Че, почему бы и нет? Надо точность улучшать, это 100%. Так, добавьте карты в колоду. Увеличивает шанс нечистивого критического удара на 3%. Или увеличивает дальность бойцов гарнизона на 15%. Я возьму вот эту. Так. Поместите сюда несколько карт одного качества, чтобы улучшить их. Качество карты обозначено цветом ее рамки. Ну, допустим, вот сюда. И что? Улучшить. Что мне это дает? А, новую карту в колоду. Дает 10 очков защиты и изгнания. Увеличивает скорость атаки башни. Увеличивает дальность бойцов гарнизона. Берем дальность. Эм. В смысле? Нет. Мы езаем ее. Обычная башня носит священный урон. А что вот если мы вот реально их объединим? И что это у нас синее? Синее получается. Так. Увеличивает урон строения на 10 за разные виды используемых строений. Увеличивает размер снарядов башни на 20. И все враги, проходящие через темную метку, получают проклятие. Ну, давай вот этот возьмем. Погнали. Слушай, как у вас много-то прет, однако, а. Наказано грешников там написано. Камень. Нет. Нет. Камень. Улучшить. Увеличивает дальность башни. Берем. Увеличивает дальность бойцов гарнизона на 15. Все враги, проходящие через темную... Давай возьмем уже. Ладно, господи. Проблема. Активные способности можно использовать даже вне хода. Еще их можно сделать автоматическими, нажав правую кнопку мыши. Понято. Автомат. О, метка реально появилась. Слушайте, ну такая, на самом деле, простецкая игра. Карточная, да? Можно так сказать. Рогаликовая. Ну, довольно-таки забавная. Так, что еще есть тут? Увеличивает урон бойцов или увеличивает дальность гарнизона. А это увеличивает урон башни. Я, во-первых, юзнул урон башни. А, и все, и больше. Ну ладно, вот так тогда. Завершаем ход. О, оно сгорело. Фак. Ну, ладно. Мы пока, кстати, нормально справляемся, я считаю. О, там проплыл. Видели этот корон на лодке своей? Опа, босс какой-то чешет. Ну, грохнули. Еще он на лодках народ чешет. Еще. Так, а долго это вот вообще должно происходить? Как-то он вообще медленно накапливается. Стопка сброшенных карт. Когда вы используете или сбрасываете карты... А, ну понял. Так, увеличивает урон башни. Увеличивает урон адского огня. А, подрывники наносят урон адского огня. Вот это берем. Почему пропустить? Добавьте две карты в колоду. Тогда вот так. Выберите руну. Ячейка строения. Дает дополнительную ячейку для строения. Максимум АЗ. Или скорость атаки башни увеличить. Я хочу дополнительную башню взять. И куда это? И что это? О, новая локация. Найс. Блин, это опасно. Так, а что? Что? Блин, это третий левел. А мне так. Увеличивает урон строения. Увеличивает скорость движения бойцов. Горнин. Давайте, наверное, застакаем новых. Этих. Улучшить. О, новая сторона адского огня. По прямой линии. Увеличивает размер снарядов башни. Восстанавливает 10% здоровья башни. Возьмем вот это. Погнали. Облако какое-то. Эл. Какие, какие стрёмные. Грешники пошли. По-моему, мне не хватает урона уже. Ого. Ну и срака там. Мать. Так, мне определенно надо с этим что-то делать. Увеличивает дальность. Увеличивает урон. Увеличивает урон башни. Берем. Берем. Эээ. Завершить ход. Ого, их там чешет. Блин, они же проскакивают разлом. Я проигрываю. Причем не слабо так проигрываю, я вам скажу. Они прям все стекают. Все, все. Я просто всех пропустил. Это плохо. Это крайне плохо, ребята. Подрывники наносят урон адского огня. Увеличивает урон адского огня. Наносят урон адского огня по прямой линии. О, ну ладно. Увеличивает урон бойцов гарнизона. Это поможет? По-моему, это нам не помогает. А, нет. Стало помогать. Окей. Стало полегче. Определенно полегче стало. Урон адского огня по прямой линии. Увеличивает урон башни. Наверное, вот так. А что нам еще юзать? Увеличивает размер снарядов башни. Нет, вот так. Во-первых, мы камни стакаем. Во что-то более-менее интересное. Увеличивает смещенный урон. Нечестивый урон. Все юзаем, а все не получится. Да. Бум. Пропустили всех. Сколько грешников пропустили. Сколько грешников из ада сбежало. Какой кошмар. Я хреновый страж врат. Надо что-то делать с этим. Чтобы когда круг появлялся, я хоть отхиливался по-малости. А, ну я, кстати, отхиливаюсь малость по-малости. Слушайте. Я думаю, надо тут этот. Реально улучшать на что-то более сильное. Увеличивает урон башни. Увеличивает скорость перезарядки всех активных способностей. Увеличивает дальность башни. Берем урон башни. Увеличивает дальность бойцов гарнизона. Увеличивает нечестивый урон. Дальность бойцов гарнизона. Юзаем. Ну, нормально. Полегче стало. Чуть-чуть полегче. Конечно, когда они стягиваются такой большой толпой. Вот как сейчас, например. С ними что вот ты сделаешь? Ого, нифига вас чешет. Ой, ребятушки. Адское месиво. Так. Увеличивает урон бойцов гарнизона. Мы стакаем. И вот это тоже стакаем. Во что-то более-менее удобобаримое. Следующая карта, которую вытянете из колоды, будет бесплатной. Ух ты. Это хорошая вещь. Мне надо, короче, в синюю перейти. В синюю колоду. В основе 10% башни увеличивает продолжительность жизни бойцов гарнизона. Не знаю. Давай возьмем. Не, подожди. Эм, фак. Фак. Ладно. Ребятошки, ну по-моему вы не долетаете. 4,98 грешников наказано. Окей. Похоть какая-то есть. Все? Ой, ёпту масло. Ух ты ж, ёпту. Какое говно течет к нам. Так, ну ладно. Будем надеяться, что мы справимся. Походу мы не справимся. Блин, ну вон того фукуси. Вот этого фукуси. Ну, блин. Увеличивает шанс нечистивого критического удара. Выберите 2 в колоду. Наносит урон адского огня по прямой линии. Увеличивает урон адского огня. Выберите руну. Дает дополнительную ячейку для строения. А где мне, кстати... А вот. Да? А, вот тут строение. Нечистивый пулемет. Искатель грехов. Разделение. Хм. Нечистивый урон 100%. Найс. Наносит урон адского огня по прямой линии. Вау. А, теперь у меня чревоугодия идет. Окей. Так. А мы можем... Вот, например, вот так сделать. Фиолетовая карта. Пока в игре участвуют нечистивые священные гарнизоны. Увеличивает продолжительность жизни гарнизона. Обычный башен священный урон. Носят урон адского огня по прямой линии. Ну, давай вот так. Нет свободного места для башни. Бля. Подожди. Вот так? Нет. Вот так. Все. Я понял, как это работает. Нормально. Увеличивает дальность бойцов гарнизона. Какие вы быстрые теперь, однако. Ой, ну они, кстати, довольно быстро схлопываются теперь. Ой, какая дрень. Так, хорошо. А это что значит? А, это башня. Но башни-то у меня нет. Увеличивает урон. Еще увеличивает урон. Пока что вот этот луч смерти, он самый эффективный. Если так на него обратить внимание. О, смотри, перевернутая буква М. Типа тут, короче, еще и отсылки есть, походу, на популярные франшизы. Ну, бургер стоит. Явно неспроста. Какой-то наггетс или что это вообще может быть. Так. Ну, давайте начнем с камней. Увеличивает скорость атаки башни возьмем. Еще, наверное, в синее что-то настакаем. Стрелки наносят нечестивый урон. Может, в синее, в этот, фиолетовое, что-то настакать? Стрелки наносят нечестивый урон. Снайпер наносит священный урон. Нет места для гарнизона. Понял. Это хреново. Но башни пулеметчику наносят нечестивый урон. Если вот так убрать, поставить стрелки. Что из этого выйдет? А, вот башня реально поставилась. Ну, и они вон где-то шляются. Их, кстати, много шляется. Ну, мы с этим... А, ну у меня же пулемет еще и работает. Обычная башня. То, что у меня есть. Ну, слушайте, наверное... Наверное, это лучше. Чем то, что у меня было, да? Следующая карта, которую вы вытяните из колода, будет бесплатно. Увеличивает нечестивый урон. Возьмем вот это. Камни. Увеличивает урон бойцов гарнизона. Следующая карта, которую мы вытянем, будет бесплатной. Ее достаточно. Ну, почему? Она же бесплатная. Увеличивает дальность бойцов гарнизона. Ну, ладно. Мы справляемся? По-моему, нет. Факт. КП, кстати, не восстанавливается. Орудие бога. Мне, наверное, надо это как-то прокачать. Ну, вон они их укушат вроде как даже. Так, у меня есть с чем застакать? Есть с чем застакать. Обычная башня наносит священный урон. Если вот так. Увеличивает скорость атаки башни на 15. Блядь, что-то не то взял, по-моему. Ну, ладно. Дает 50 защиты. Изгнание дает по 60 секунд неуязвимости. Снайпер носит священный урон. Последователь тьмы. Предмет. Ага, это прям предмет. Пока в игре участвуют нечестивые священные гарнизоны. Увеличивает продолжительность жизни гарнизона на 50. Давай попробуем. Какую-то прикольную штуку мы юзнули. Он их спаунит прикольно как. И он их много спаунит. Я так полагаю, их может настакаться просто до феней. И они куда-то вон свалили. Куда-то их там на отшибе душить. Так. Что мы можем еще с этим сделать? Мы можем улучшить их до синего состояния. А, я сюда не могу юзнуться. Потому что у меня вот башня гармония. А вот если вот так поставить, будет гораздо удобнее. И вот так. О, найс. Но у меня, кстати, у меня в принципе все неплохо. Пулемет просто бешеный. Смотри какой, а. 750 грешников мы убили. А вот это что такое? Непонятно. Увеличивает размер снарядов башни на 10. Увеличивает урон. Ну давай. Дает дополнительную ничейку для строения. Вот это 100% надо. Жадность. Следующая карта, которую вы вытяните, будет бесплатно. А, вот. Увеличивает дальность бойцов гарнизона. Увеличивает. Проклятый камень. Увеличивает нечестивый урон. Бафаем. Синенькие. Перевращаем в фиолетовенькие. Вот. Подрывники наносят урон адского огня. Или башня. Это башня. А это гарнизон. То есть гарнизон то, что вот ходит. А башня то, что вот стоит по центру стреляет. Наносит урон адского огня по прямой линии. Слушайте, ну. У меня вообще-то есть уже такое. Поэтому я возьму вот эту штуку. И посмотрю, как это будет выглядеть. Стоит. Вот смотри. Ааа. Побежали куда-то. Взрываются обо что-то. Лоу. Прикольно. Еще. Можно еще аж две башни потом будет поставить. Но мы пока неплохо справляемся, я вам могу сказать. Опа. Монетку забираем какую-то. У нас золото пригодится в торговом разломе. Открыть разлом можно с помощью особых карт. А также пережив круг жадности. Это вот здесь. Если мы это выиграем, мы будем крутыми. Увеличивает священный урон на 2%. Ну, давай. Мне кажется, мне не хватает карт. Предмет башни. Увеличивает скорость движения бойцов гарнизона на 15. Или снайперы носят священный урон. А у меня нет снайперов. Ага. Тогда вот это. А, и у меня этого фок. Ну, ладно. Завершить ход. Слушайте, напряжно мне кажется, или... Да нет, вот нормально. Тихо. Блин, подходит близко, однако. Ух, нихрена вас, чуваки. Матерь моя, божья. Так, камень. Увеличивает скорость атаки башни на процент. Увеличивает священный урон на 2%. Увеличивает священный урон на 2%. Берем. Все, берем, бля. Так, да. Ливаем. Ох, как ливаем. О, боже. О, боже. Нееет. 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 Отрещит по швам. Нееет. Мы проиграли. 92 бакса. Но это неплохо. Для первого раза, я считаю. Денег. Деньги 92 доллара. Доллара. Ник мой нуб. Ладно. Распределение урона. Священный, я так полагаю, нечестивый какой-то адский, да? Предметов у меня вот столько. Строения такие. Статы вот такие. А, это священный урон. Урон адский. И нечестивый, да? Все верно. Ну вот, в общем-то, так вот игра и выглядит. Так вот мы с вами открываем даже новые карты какие-то. Увеличивать нечестивый урон на 20%. Прикольно. Ну и тут вот видно, что нужно сделать для того, чтобы получать новые карточки. Чем лучше карточки, соответственно, чем больше играете, тем дальше заходите. Увеличьте коллекцию до 178. Пожертвуйте 50 карт. Увеличьте коллекцию до 250. Ну, достигнете 80% шанса нечестивого критического удара. В принципе, это довольно-таки просто. Используйте 4 карты камней за один ход. Забавно. Ну, какая-то тут золотая карточка. Если нанесите 20 тысяч успешных критических ударов. Ну, короче, да. Просто надо играть. Как видите, очень много карт. Я почти даже открыл. Достигнете 180% дальности гарнизона. То есть, просто надо что-то там себе сфоткать. И каждый матч упарываться в какую-то там, грубо говоря, набор каких-то карт. Которые у вас наиболее прокачаны, подкачаны. И дальше у вас все будет замечательно. В общем-то, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте, рассказывайте друзьям. Переходите по ссылкам в описании. Фолловьтесь на Твиче. Вступайте в Дискорд-гильдию. Где регулярно публикуются различные анонсы вышедших видео. Начатых стримов. Новостей каких-то в игровой индустрии. Акций, скидок, раздач и так далее. В общем, всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok